Наша центральная районная библиотека была образована в 1935 году. За годы работы центральная районная библиотека всегда была одной из передовых библиотек в республике. В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» произошла модернизация библиотеки. Появление в районном центре модельной библиотеки нового типа, многофункционального информационно-культурного, образовательного и правосетического центра обеспечило жителям свободный доступ к интеллектуальным ресурсам на любых носителях и способствовало качественному повышению уровня жизни населения. Современное оборудование, новые компьютерные технологии, обновленный фонд предоставили библиотеке новые возможности для того, чтобы быть по-настоящему востребованной. Внедрение RFID-системы позволило увеличить скорость работы по обслуживанию читателей, поиску книг, упростило контроль за циркуляцией фондов, оптимизировало работу библиотеки таким образом, что сотрудники могли больше посвятить работе с читателями и организационной работе, сделало библиотеку более технологичной. Использование электронного читательского билета дает возможность реализовать регистрацию и учет пользователей, книговыдачу, организацию самостоятельного обслуживания читателей. Смарт-лаборатория открыла качественно новые возможности выпуска, новых форм работы, выпуск видеоконтентов о земляках-писателях, известных людях, которые вызывают большой интерес пользователей. Совместно со студией звукозаписи участвовали в первом республиканском дистанционном конкурсе ради спектаклей, выпускаем аудиокниги, в том числе для незрячих групп населения, которые уже стали золотым фондом библиотеки. В типографии библиотеки разрабатывают и издают печатную продукцию, книги, дипломы, грамоты, буклеты, что отразилось в выполнении плана платных услуг. Выделенные специальные пространства для молодежи и школьников, каворкинг-центр, зоны для общения творческой активности, тихие зоны позволили привлечь большое количество пользователей, в основном творчески активные молодежи, юношество, что значительно отразилось на контрольных показателях работы. Книжный фонд районной библиотеки составляет 60 тысяч экземпляров и находится для читателей в открытом доступе. Несомненно, открытый доступ помогает сделать путь читателя книги максимально коротким и простым, а библиотечное пространство более доступным и привлекательным. Комплектование книжного фонда библиотеки играет большую роль для чтения населения. При заказе и отборе документов отдел комплектования и сотрудники Центра чтения уделили особое внимание информационным запросам читателей, востребованные современным обществом. На сумму 1 миллион рублей получены 2133 экземпляра изданий, получивших литературные премии, популярные издания российских и зарубежных авторов, издания по саморазвитию в центральных издательствах Эксмо, АСТ, Республиканских издательствах. Из бюджета муниципального района на момент реализации проекта на подписку периодических изданий выделено 60 тысяч рублей, на подписку электронного ресурса ЛитРЭС 37 тысяч рублей. Анализ текущего комплектования фонда показал, что пользователи большое предпочтение отдают технической литературе, IT-технологиям, производству, легкой и пищевой промышленности, домоводству, истории и философии, это логика, этика, эстетика, искусству, интерьер, декоративно-прикладное искусство, психологию, саморазвитию, личностному и карьерному росту. В зал отраслевой литературы с читальным залом собран универсальный книжный фонд по всем отраслям знаний. Абонемент отраслевой литературы приглашает читателей, интересующихся литературой, желающих повысить свой уровень знаний, а также помочь себе в учебе и в работе. Здравствуйте, я студент Покровского колледжа Максимов Эрик. Я постоянно хожу в районную библиотеку, так как здесь есть все для комфортного чтения и отдыха. Это мой любимый зал отраслевой литературы. Абонемент зала приглашает читателей интересующейся литературой по различным отраслям знаний. А это книги, которые мне понравились. Путыводитель по самым интересным местам мира и книга, рассказывающая о животных, которые попали в красную книгу. Зал художественной литературы сформирован качественной высокохудожественной литературой. Меня зовут Петрова Нарьяна, учусь в 10 классе, читатель отдела художественной литературы 2021 года. Очень люблю читать комиксы «Время приключений», серии «Марвел» и другие. Детям читать комиксы очень полезно, потому что это стимулирует работу мозга. В нем образуются связи между нейронами. Помимо комиксов читают зарубежную литературу, например, «Жизнь Пи» Яна Мартыла, описание романа «Фантастическое путешествие юноши и бенгальского тигра». В 2012 году роман был энтрозизирован и получил 4 премии «Оскар». В зале отдела очень уютно, удобно расположены книги по полкам. Оформляются книжные выставки по разным жанрам. А также на сайте библиотеки можно посмотреть виртуальные книжные выставки. Безусловно, основным ядром библиотеки является краеведческий фонд, как наиболее востребованный среди читателей. Краеведение и возрождение национальной культуры стало приоритетным направлением работы библиотек. Фонд Центральной районной библиотеки по национальному проекту «Культура» укомплектован новыми книгами краеведческого характера. Читателей заинтересовала серия книг «Золотые руки». Серия книг «Золотые руки» открывает перед читателями секреты рукоделия. После изучения спроса читателей и востребованности этих книг мы решили открыть клуб любителей по бисероплетению. За год наши читатели, занимаясь в клубе, открыли свои таланты в увлекательном мире по бисероплетению. Отрадно, что в нашем любительском клубе каждый член проводит свои мастер-классы и делится опытом. Мы сейчас предлагаем вашему вниманию выставку работ членов любительского объединения «Бисерная мозаика». Субтитры создавал DimaTorzok В результате модернизации выделен функциональный зал периодики на первом этаже для удобства читателей. Качественно сформированный и грамотно популяризируемый фонд – показатель уровня профессиональной компетентности библиотечных специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok